Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Терра Инвикта на максимальной сложности за сопротивлением. В этой серии нам, возможно, придется объявить войну пришельцам всеми нашими странами, потому что в России всего одна армия, и она походу огребает. Я, конечно, попытаюсь сейчас еще европейскую перегнать сюда, но я так понимаю, что пока не будет войны между ЕС и пришельцами, она не поможет нам никак. Так что тут, наверное, ничего не сделать. Еще, конечно, есть Дмитрий, который сейчас 0-1 накинет на нашу армию. Сейчас у нас 4-1 станет 4-2 против вражеской 3-9, но по процентам что-то мы как будто проигрываем, и надо будет, видимо, ввергнуть мир в войну, потому что все союзники Евросоюза тоже подтянутся тогда. Когда все союзники вот так вот сделаем, чтобы все, весь мир в войну, потому что за пришельцев впригутся слуги Америка, и как бы с Америкой не хотелось бы биться, потому что там 8 армий силой 5,2 что ли, и все это дело, конечно, нам не по зубам, ни одной из наших стран по отдельности. Так, все вот так вот делаем. Кстати, давай посмотрим, что там с унификациями-то, с прочими всеми. Пока ничего. Тут какие-нибудь... Федерация Ирландии. Вот Ирландию, кстати, можно будет сейчас подцепить. А мы ее еще не перевернем. Он как раз перевернем, и можно будет ее подцепить. Так, ну и дальше, чем мы займемся? Сейчас, если мы войну устроим, придется воевать здесь, а в космосе, а в космосе. Так, один корабль тут, один корабль тут. Они поблизости или не поблизости? Ты рядом с какой станции? Так, Дахлгрин. Тот тоже надо сюда как-то перегнать. Или там же пусть остается. Не знаю, делать их в одну кучу, все эти корабли, чтобы хотя бы одну станцию прикрыть или делить их. Наверное, имеет смысл согнать их в одну кучу. Поэтому вот этого, наверное, отправим к Дахлгрину тоже. И4 Дахлгрин. Нет до нормального профиля. Траектория требует к минимуму 0,1. Понятно, не судьба сейчас отправить. Из-за наших стремных движков, из-за наших стремных топливных баков, наши стремные корабли не способны даже от станции к станции полететь по этому. Ну, пусть висит тут. Хотя, конечно, не думаю, что что-то ты сможет. Ну, ладно, пускай. Все этих не трогаем. Пойдем посмотрим агентов. Вот копилось икспам. И у нас еще куча организаций не потрачено. Давай с этим тоже разберемся, прежде чем двигаться дальше. Потому что если сейчас начнется война, нам нужны все наши силы. Так, тут максимум ничего не влезет. Давай вкачаем тогда... А, вот выживач, кстати говоря. Отлично. Чтобы никто не подкрался и не прибил, подкачаем security своим агенту. Тут у тебя... У тебя не все организации, кстати. И админство на 19. Здесь что-нибудь из админства. Тут нет. Здесь... Здесь тоже нет. А, нет, вот есть на админство. Плюс 19% спойл. Ну, блин. Но 7 админства. Ё-моё. Да, наверное, в одной стране, только там, где он будет находиться. Закинуть его куда-нибудь далеко и надолго. Чтобы он... Расхищением занимался коррупционным. Ладно, нафиг эту организацию. Давай вот отсюда что-нибудь. Другой, ладно, посмотрим. Бля, тихо-тихо, куда ты там что-то раздаешь. Вот. Командование плюс 2. Это ему сгодится. Плюс 4. Но это нужно 3 очка. У нас 3 очка нет. Но 2-то возьмем. Берем 2 в администрирование. И теперь, я надеюсь, получится добавить ему еще... Так, шпионаж. Инвестигейшн, секьюрити. Нет, нет. Нифига не вышло. Я думал, через имплантат ему поставить. Нет, не поставлю. Я ему через имплантат. Тогда еще раз внимательно заглянем вот сюда. Нет, здесь тоже... Ничего нету на администрирование. Ну ладно, не судьба. Ладно, дальше. Здесь. Максимум администрирования. Читарь организации больше не влезут. Ну давай здесь на секьюрити, чтобы... А, ну вот, на выживалку. Добавим выживалку. Добавим секьюрити, чтобы не прилетело случайно. Потому что писали в комментариях, что могут и его убить. Тоже его жалко. Очень жалко. Вон здесь, кстати, организации. Поприцеплять какие-нибудь. Единицу на администрирование можно. А, тут в секьюрити всего шесть. Ладно, так. А, ну кстати, администрирование. Раз. Он уже подхватывается кое-что. Шпионаж нам не нужен. Вот, кстати, еще администрирование двоечка. Ну давай вот это. Так. И оборонная система за тысячу на двойку. У нас плюс две тысячи денег. Неплохо, кстати, так. Денег-то стало. Бежим дальше. Сорок два. Это наш шпионский чел. Секьюрити тринадцать. Ну нормально все, с безопасностью. Сюда можно так. Это трешка. Трешка не пролезет. Ну вот, неплохо. На единичку. Ну вот, вот эту и дадим ему организацию. Есть. И тоже поставим ему на секьюрити еще. Двадцать восемь. Молодой агент, в которой нифига нету особо. Но начнем ей качать безопасность. Чтобы не прибили раньше временем. Шпионаж не то. Администрирование не то. Хотя вот можно администрирование поставить за пятихатку. Взять сюда. Так, ну и вот секьюрити еще за пятихатку. Все деньги потрачу на это, но зато все, всех агентов усилили, организации пособирали. Хорошо. С этим разобрались. Станции. Проверим, что там с нашими станциями. Здесь копает. Здесь строим. Здесь готово все. Пяк, а ты чего? Не включено. Реактор, потому что не готов. И выключить особо нечего. Только если point defense. Ну давай, выключим point defense. Включим. Так, ладно, выключим два. Включим добычу ресов. Хоть какую-то. Потому что point defense, конечно, как бы хорошо, но на самом деле не панацея. Все равно позбивают. Так, здесь идет стройка, здесь идет стройка. Здесь не идет, здесь еще пока не идет. Сюда можно развернуть еще point defense. Так, один defense на одну солнечную. Значит, два defense, две солнечных. Можно воткнуть на луну. Давай это сделаем. 90 дней, кстати говоря, будет копошиться. Но зато 4 мощных модуль поставим сюда. Готово. Здесь не готово, здесь не готово. Дальше. Дальше давай запустим еще в далекие края за ураном что-нибудь куда-нибудь. Какие-нибудь автоматические станции. есть тут? А тут одно место-то всего. А ну вот на орбиту можно воткнуться. Блин, тут много урана. Заразы, хитрые. Выцепили. Выцепили весь уран. Так, Калиста Европа, Ганимед. Это мы все пробовали. Это все Палево. Ганимед Калиста. Там рядом пришельцы они все сносят. Так, ну вот какая-то штука. 0,69. Не офигеть, конечно. Какие залежи. Ну, куда деваться? 0,64. Запускаем. Запускаем, запускаем, запускаем. Так, сюда сейчас. На самом деле у нас и золотишко по минусам тоже. Давай с золотом провернем. Попробуем провернуть такую же историю. Ну вот тридцатник золота же нормально. У нас минус 4,5. Если эта станция развернется, мы получим тридцатник. Костативные два урана еще. Что тоже не будет лишним, но в основном тридцатник золота. Что еще по золоту есть? Так, ну вот какая-то тоже далекая станция еще на тридцатник. Она, конечно, будет лететь туда 700 дней. Но если мы выживем 700 дней, то мы сможем этим воспользоваться. Если не выживем, то, конечно, нет. Так, ну вот еще 24. 530. Ну вот уже поменьше. Уже хорошо. 21. 1000 дней. Ладно, летите. А, подожди, здесь немного вариантов. На 1000 дней там. Блин, ну 1000 дней. Ну, тут и уран есть еще так, по чуть-чуть. Большую, добывающую. Хотя, ладно, давай автоматическую. На золото надо было, значит, на золото и кидаем. вот 21. Все, за золотом раскинули. Это все копится. Уран, я надеюсь, тоже, когда не долетит и подкопится. С этими разобрались, с агентами разобрались, со всем разобрались. А теперь следим, значит, за, вот тут, вот за Москвой. Может, мы победим. Докинули 0-1. Сейчас у нас стало 4-2 сила бомбардировки. Так, уничтожен Джанхен. Ну, наверное, не стоит. Если сейчас я не буду ставить туда, то следующий залпом он его добьет. В другой стом, если я сейчас буду ставить и опять буду тратить ресы. Конечно, 0-15 урана, но у нас всего осталось 3-1. Не может быть... Ладно, не будем этим заниматься, потому что все равно снесут. Да, вон пошла бомбардировка орбитальная. Поэтому наша армия тут и отхватывает, несмотря на свою мощь. Давай в Россию поменяем приоритеты. Так, мишин контролы убираем. У нас их 111. Убираем их вообще... Ну, вот так, ладно, 2% оставим, чтобы... Чуть-чуть, по чуть-чуть, но шел процесс от ядерного оружия. Нам нужна вторая армия с ручняком. Попробуем... А что, пробовать прямых инвестиций на одно очко только всего будет? Скорее всего. Ядерное оружие тоже нам надо для того, чтобы отбиваться. В общем, проблема в анресте. Да, из-за анреста не работает развитие военных технологий. Ну, вваливаемся тогда в войска. Попробуем и прямых инвестиций еще в армию давай вложим. За восемь сотен. Так, 39,3. 43, да, за восемь сотен одну очко. А нам нужно еще 20. Еще 16 тысяч надо ввалить, чтобы получить армию. Не так-то просто получить. Нам армию будет. Ладно, не трогаем. Дальше. Отставляем как есть. Смотрим. Запущен корабль. Это еще не кораблик. Давай присоединяйся к флоту нашему. Это куда-то е-мое. давай еще раз попробуем улететь. И 4. Так, нет, нифига не получается. Не получается и ладно. Конечно, скучковать бы наши убогие кораблики было бы хорошо, но не тут-то было. Мы немножко брони сейчас исследуем в ноябре октябрь через месяц. этого запустим следующее. Делаем там новый чертеж какой-нибудь. Взяли Гватемалу. Армии наши китайские соединяются. Давайте иди сюда. взяли Ирландию. Прибыла европейская ну давай попробуем хотя насколько я помню она не вступит в бой. Плюс они с процентов наших давай еще сделаем наших. Забираем Корею северную. летит на орбиту Луны какой-то паденыш. Так уничтожен комплекс на Токугай. Ну ладно. Ух ты какой флот приперся. Аннексия Мьян произошла пришельцами и наша армия уже красненькая. Так вторая армия что ли появилась а этот приехала не появилась приехала бомбардировка Деймоса сейчас разнесут такой таким флотом разнесут я думаю за одну атаку все снесли 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 уничтожена база так проверяем 45 48 разрыв сокращается как будто бы здесь тоже мишин контролы уберем качаем производство ядерного оружия агенты так что искать не надо никого искать вот же он это же агент слуг 6% правда не густо но ввалимся сыграем на тридцатке разберись здесь снова даем совет чтобы 4 4 2 чтобы не отвалилась тут захватывать дальше не захватывать нам бы надо начать захватывать что-то что мы присоединим захватывать 58 не дофига конечно вот так вот сделаем а ты а ты иди захватывай вон там например то что мы сможем присоединить к своему евросоюзу чтобы дальше укрупнять потому что у нас лимитов офигеть сколько накопилось подряд можно конечно хватать все все подряд но следить за всем подряд неудобно поэтому надо все это как-то сливать в одно а у Китая то есть куда-нибудь претензии то хоть так ну это подпришедцев это только отбивать но это сначала надо воевать начать полхаса 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 уже наша ну давай ладно перевернем что-то поблизости или что-то что перевернется вот это давай перевернем погнали дальше снова уничтожили жанхем который держался столько времени так ну самое интересное под Москвой происходит либо объявлять войну либо не объявлять не очень охота с Америкой бодаться а они кстати отступают все можно не объявлять войну может сейчас даже не смог повторить может даже сейчас изничтожим эту армию напал на наш корабль почему ты напал на наш корабль который на орбите нашей базы 155 на 68 пытаемся сбежать нифига не вышло смысла смотреть эту битву нет понятно что он сильнее он нас расфигачит он нас расфигачил потеряли корабль управлять дохлым кораблем чтобы дохлым кораблем победить надо мастерством обладать немало я мастерством управления флота не обладаю мне сейчас неинтересно пройти время потому что технологии не позволяют делать нормальные корабли еще один уничтожен бонда забрали Гренландию Болховстан как это забрали и забрали Исландию так сейчас будем смотреть всякие федерации что у нас тут есть что у нас тут нет а здесь истешь особня нет погнали тогда делать союзики вот вот теперь можно будет начать присоединять все это дело закончим 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 брони проект брони у нас был на тысячу на пятерку проект идет 1800 сделали но здесь запустим движок какой-то либо топливо топливо наверное может быть там проблема в топливе а не в движке что они не могли долететь от одной базы до другой и теперь их вообще разнесли там этот корабль так это где куба готов новый модуль на марсе нормально так смит и не посмотрел название вот ну давай потихоньку отстраиваться значит один реактор на этот самый на добычу один реактор на защиту еще один реактор на еще одну защиту уран кончился ready есть дети отступили гады эта армия в бой не вступила пусть валит к себе 42 и 7 маловато давай развивающихся не россия здесь поставщик есть попробую поставить щитов хотя конечно переворот эти щитки выносят на раз-два поэтому них в эфире что хоть как-то помогут попробуем оформить support making things safe for our people this more chance снова не справился гони его дальше гони его лови так подходит к нашему рамуя 9 это же флот наш да это наш флот они к нему подходят мне бы этот флот бы отвезти бы к станции но он вроде как будто со станции но в прошлый раз корабль напал и нифига со станции не получилось так отойти от этой станции но типа мы как будто рядом с ней то есть по идее сейчас они идут сюда он один там д.д. нас два тут и станция как будто бы я же не могу ближе к станции подойти правильно проверю проверю на всякий случай это выход на орбиту это не то что мне надо вот станция 20 недель в июне 40 чего блин ты находишься рядом рядом с этой станцией не надо было делать андог хотя вот же кнопка андог но они где-то перехватят их в космосе тогда и прибьют но судя по всему здесь блин но улетать тоже июнь 40 ладно не летим никуда здесь хоть есть шансы что может быть они близко со станцией это как-то все-таки вступит в одну битву все дело если мы улетим и где-то вот там перехватят нас дальше то точно их двух расшибут а тут может станция поможет если не поможет то значит мы потеряем сейчас и эти два корабля но новые уже строить не будем пока технологии не изучим побольше разных военных взяли аргумистан взяли топливные ячейки так давай еще посмотрим что там из топлива есть батареи нет ничего больше так ну вот для ускорения 200% бонусы давай вот эту шнягу тоже изучим 2200 почти половину сделали от технологии на 5000 это меня снова манит взять доктрину военную на десяточку уничтожен токугава опа отвалилась точка у нас в России засада придется захватывать ее с расовом я думаю если они щит не поставят успеем перехватить новой организации доступно до организации доступны всего 4% офигеть ну ломай тогда 66 ну как бы за ней следом идут и сносят то что она захватывает поэтому недолго у нас все эти страны держатся хотя может быть так быстро все это сносит потому что я не ставлю щитки пойдем поставим щиток там что Дмитрий продолжай развивать Россию Болгарию можно в Болгарию слить а в Россию как тут что еще больше охлаждение увеличено охлаждение сильное охлаждение тут еще радиаторы давай ладно берем все это мелкоту болгаре раз болгарию можно слить туда значит болгаре можно сойти сюда все правильно дмитрий так не так а у нас уже просто светлана значит следующий ход прицепим федерацию кстати там творилось . щиток у болгарии отлично завалили завалили вражеского агента будем валить их дальше на болгаре надо щиток повесить сломали крючком забрали казахстан у казахстана следующий ход пойдут отбивать уже поэтому тут особо о смотри как люди в шотландии объявили независимость от евросоюза вот собаки слуги слуги собаки так и вот это кстати надо присоединить там внизу болтается какой-то обрубок дмитрий давай двигай в евросоюз объявлять федерации ты поставь щиток на болгарию сейчас ты давай вот эту штуку забери нам очень так а ты 2 процента и гола 8 процентов так уже не очень и великие шансы не будем тогда и творить перевороты один и один недовольство 3 и 5 ну вот кстати говоря 72 давай вот здесь потому что здесь шансов больше недовольство а ты лови нового нового слугу лови какого-нибудь погнал маэда кенджа получает люлей приперся вражеский агент в россию кого-то нашел инициатива инициатива это не то что нам надо уничтожен комплекс наш добывающий александр великий мог критически на единицу снизилась в россии здорово португалию забрали вторую точку на подцепить мишин комплит такс мы делаем федерацию берем болгарию казахстан до запущен корабль на станции дахал грин там он один в прошлый раз прилетели и один разбили просто где-то рядом стал ну ладно пусть остается а в принципе сейчас технологии на цапали давай заглянем посмотрим что у нас есть значит эти у нас по 66 делали до то у нас бомбардировщики бомбардировщики вот такие ты динс 77 ну чем стали посильнее они однозначно по цене примерно то же самое единственное конечно сотка золота меня напрягает потому что золото осталось всего две сотки и золото убывает мы там куда-то в дальний космос отправили уже добывать но нужно с этим вопросом снова что-то сделать не застроить не строить его ну давай ладно делаем это делаем а не делаем там что у нас нет нифига предыдущий делаем так вообще удаляем нам нужно купить урана чтобы начать делать корабль этот будет 2 рядом с этой базой на следующий раз будем покупать уран если я решу что надо все таки делать там же корабли ну беговый беговый корабли потому что беговой технологии может быть смысла нету тратится хотя золото все равно убывает так что раз не поздно он кончится если не потратить его сейчас но может быть мы его потратим на какие-нибудь новой станции надо обдумать подписывайся на канал нажимай колокольчик чтобы не пропустить продолжение этого прохождения пиши комментарии ставь лайки спасибо за просмотр и пока спасибо за просмотр и пока